ИСТЕЦ требует полного возмещения выплаченного долга по кредиту и процентам и компенсации морального вреда. Ответчик с иском согласен частично в части долга микрокредитной организации. Слушаем, Истец. Здравствуйте, Ваша честь. Я требую полного возмещения выплаченного на микрокредитной организации долга по кредиту в размере 470 тысяч рублей. Также я требую возмещения компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Эту сумму в размере 470 тысяч я была вынуждена выплатить за мою дочь. Она уже давно не проживает со мной, она мне даже не звонит уже много лет. И однако же мне стали звонить с угрозами, что выселят меня, что заберут мою квартиру за счет долгов моей дочери. То есть эта идиотка взяла какой-то кредит под запредельный процент и, соответственно, его не выплачивает. Мне звонили практически каждый день. Я не знаю, кто это, то ли это была кредитная организация, то ли это какие-то уже коллекторские службы, которые они наняли. Но они мне звонили просто каждый день по несколько раз на дню. То есть я просто уже вся на нервах. Я попала в больницу из-за этого с гипертоническим кризом. Соответственно, как бы она взяла эти деньги, ни копейки за него не выплатила за этот кредит. То есть то, что она взяла деньги, это одно. А то, что его надо отдавать еще и с процентами, она об этом даже не подумала. Я была вынуждена оплатить, потому что я хочу спокойно жить в своей квартире. Мне даже говорили, что они могут долю моей дочери. Мне бы было все равно, в принципе, что она в каких-то своих долгах, чтобы понимали, мы давно не общаемся, мы давно, к сожалению, такие чужие люди. Она не звонит даже мне сколько лет. Но дело в том, что она является собственницей моей квартиры, жилья, в котором я проживаю сейчас, единственного моего жилья. И, естественно, я переживаю, потому что они говорят, что могут подать в суд и долю моей дочери погасить этими деньгами долг в этой кредитной. Поэтому я была вынуждена все свои сбережения собрать. И даже в долг влезла, заняла у кого-то у знакомых и выплатила эти деньги. Ваша дочь совершеннолетняя, я так полагаю. Да, сейчас она совершеннолетняя. И с вами не живет? Нет, она со мной не живет. Ну какая была необходимость за нее что-то выплачивать? Признаю, Ваша честь, что вырастила просто монстра. Это просто в 15 лет она уже в загулы какие-то уходила. То есть в 17 лет она забеременела, ушла из дома. Мало того, она не только решила родить, еще и продать своего ребенка. Представляете? То есть она получила вот этот срок за это. То есть у нее срок условный. А я позор. У нас город небольшой, все об этом знают, все это видят. Еще журналисты постарались это все, придали огласке. Потому что такой инфоповод не каждый день кто-то своего ребенка продает. А эта идиотка взяла и это сделала. Ваша честь, я требую, чтобы дочь мне вернула все деньги потраченные. И на лекарства, и на мои нервы. Потому что она мне совершенно чужой человек. Она уже самостоятельный человек. Вот пусть сама и разгребает все эти свои. Куда потратила деньги? На гулянке, пьянке, как обычно. Она у меня такая и выросла. Ну, послушайте. Вы тоже взрослый человек. И зачем-то заплатили за другого взрослого человека без его просьбы и его долг. Страх? Ну, это моя единственная квартира. Я боялась ее потерять. Ну, это ваша доля. Никто бы не тронул вашу долю в квартире. И ее долю никто бы не тронул. Дошли бы до юриста и спросили бы, если вас так угрожали вам. Они не угрожали. Они просто говорили, что проценты растут. Что это за история с ребенком? Да, она подала объявление, что она продает ребенка своего. Вот такая, я же говорю, монстра вырастила. До такого додуматься. Позорище. Она условный срок получила? Условный срок получила? Условный срок доедали. Хорошо, ладно, давайте ответчику послушаем. Дайте ваши документы, что у вас там. Сыском я согласна, но частично. В части долга по микрокредитной организации, про то, что говорила мама. А про моральный вред это не ко мне. И уж точно не к матери мне говорить про моральный вред. Это просто из-за тебя я докатилась до этого состояния. Так, мне с ней выясняйте отношения, а мне рассказывайте. Из-за меня, ага. Это из-за матери я дошла до этого. Просто мама меня выгнала на улицу, беременную. Это из-за нее я ночевала на вокзале. Это из-за нее я с новорожденным ребенком жила на улице. Я просто не понимала, что мне делать. Из-за отчаяния, из-за отчаяния дала это заявление. В 17 лет учиться надо, а не рожать. Так, послушайте, истец. Я вам дала высказаться, она молчала. Вот теперь вы помолчите. Начну с того, что я всегда пыталась во всем угодить маме. Просто я хотела доказать, что я могу быть любимой дочерью. Да, я не была, может быть, образцово-показательным ребенком, но точно не была одной из худших. Я... Мне было всегда страшно принести плохую оценку или, может быть, замечание. Мне просто... Ну, конечно, я старалась, что-то учебу... Так, истец, я вас штрафую. Я не могла дружить с тем, с кем я хочу. Я не могла заниматься творчеством таким, каким я хочу. Я не могла даже носить то, что я хочу. Вы понимаете, до чего дошло? И в 15 лет я влюбилась. Да. Но даже об этом я бояла сказать маме. Потому что на каждом углу она говорила, что у меня плохая наследственность из-за отца, и мне пора на панель. Мама, было такое? Да, да. Я пока отъявлен. Ну все, ну прекратите! После я встречалась с моим молодым человеком, конечно, тайно. Маме я ничего не собиралась говорить. А потом я забеременела. Когда мама узнала, что я беременна, она взяла за руку, повела по каким-то кабинетам, сказала, сиди и жди, тебе сделают аборт. Я сказала, я не буду. Я не буду убивать ребенка. Она сказала, цитата, если ты этого не сделаешь, то ты со своим ребенком пойдешь на все четыре стороны. И она ушла. Ну, очевидно, что я домой возвращаться не собираюсь. Я пошла к друзьям, которые для меня намного ближе, которые меня поддержали. Пошла к одной подруге, потом к другой, к третьей. Параллельно я отучилась к малярам. А молодой отец отказался от отцовства, да? Угу. А вы в суде не установили? Нет. Потом нашла работу. Зарабатывала, конечно, немного, но на комнатку хватало. Я там жила недолго, потому что на седьмом месяце беременности у меня случился, к сожалению, обморок. И меня положили на сохранение. Мне пришлось брать небольшие кредиты, чтобы как-то рассчитываться, потому что одной очень тяжело тянуть, особенно когда маленькая зарплата, ты еще несовершеннолетний, тебе не дают полную ставку, полностью часы, ты еще беременна. Очень много факторов, которые мешают по закону. Потом я, когда с Сонечкой нас выписали, я взяла еще один кредит. Жили мы очень скромно. Там колясочка, пеленки, ползунки, что-то добрые люди помогали. Остальное я все сама зарабатывала. Вернулись в квартиру. У меня просто не было возможности продолжать платить. И я просила, чтобы чуть-чуть подождали. Но хозяйка сказала, нет, у меня не благотворительный фонд, и до свидания. Но я ее понимаю. Вот так мы оказались на улице. Почему я взяла микрозайм, микрокредит? Мне нужно было погасить мои основные кредиты, которые я набрала. Потому что там капали проценты, и я подумала, что это как бы выход. Но я не знала, что там процент еще больше. Это намного опаснее штука. Поэтому я его и взяла. А когда ты оказался один на улице, у тебя куча долгов, тебя никто не уважает и не ценит. Ты не знаешь, где твой дом, и вообще есть ли такое место в этом мире. Ты с ребенком, ты сам еще ребенок. И ты не знаешь, у кого ждать поддержки. Просто от отчаяния я сделала это объявление. Да, очень много было ответов. Многие даже хотели встретиться. Это я просто сейчас понимаю, когда ты уже прошел определенный опыт в жизни, что это неправильный поступок. Я бы этого никогда не сделала. Я бы ни за что не отдала своего ребенка. Меня, конечно же, быстро нашли. Потом лишили родительских прав. Дали три года условно. По поводу того, что говорила мама, по поводу квартиры. Я на нее не заикалась. Абсолютно ничего про нее не говорила. Но все-таки, да, я действительно имею там одну четвертую долю. Сейчас на рынке она примерно составляет 670 тысяч рублей. Ваша доля? Да, моя доля. Квартира примерно около трех миллионов. Мамина сумма, которую она внесла для того, чтобы помочь мне погасить долги, я действительно хочу сказать спасибо. Но сделано это... Мне твое спасибо не надо. Ты мне верни эти деньги. Так, вы будете все время выступать. Я вас удалю. Она просто это сделала не для помощи, не для поддержки, а чтобы просто для самоутверждения доказать кому-то непонятно кому чужим людям. Поэтому я хочу с этой суммы вычесть то, что она оплатила. Спасибо еще раз. Это 670 тысяч минус 470. Это 200 тысяч рублей. Я хочу за мою долю. И я тогда ее продам. И она останется со своей квартирой. Больше меня никогда не увидит. Это я за свою квартиру, еще за свои нервы. Я тебе еще и должна осталась деньги. Спасибо, дорогая дочечка. Так как вы хотели. Ваша честь, по закону... Она же судимая. Это как? Она еще может у меня деньги взыскать? И что? Она может въехать. Она может въехать. Вот это она может. Ужас какой. Ваша честь, по закону я имею полное право продать эту квартиру. И третье лицо... Я же твоя мать. Ты со мной так можешь поступать. А она ваша дочь. Третье лицо, это она мне бандит. А она ваша дочь. Это ты мне бандита хочешь подселить какого-то? Я вам говорю, она ваша дочь. И вправе относиться к вам так же, как вы относитесь к ней. Она вспомнила обо мне, ваша честь, когда ей понадобились деньги. А вы о ней, когда ее выгонялись, беременную на улицу, помнили? Я на нее жизнь положила. Думали, думали, где она сейчас с ребеночком-то шатается? А где ребенок-то? Он, к сожалению, находится в детском доме. Но я сейчас зарабатываю денежку. Вот у меня здесь, в принципе, есть документы. В 19 900 я зарабатываю. Могу все показать. Я снимаю в общежитии комнату, плачу элементы, постоянно с органами опеки на связи. Все как положено. Просто... То есть хотите восстановить радиоческие права? Конечно. А прописан ребенок где? В этой квартире. Да, она имеет право вселиться. Это первое. Если мать не будет пускать, можете вселиться по суду. И может предложить вам выкупить ее долю. А если вы откажетесь, продать ее третьему лицу. Разъясняю вам, хотя не обязана. Могли у юриста все это выяснить. Давайте ваши документы. Вот такая твоя благодарность мне. Я тебя вырастила, я тебя выкормила, еще же я тебе и денег должна. Ну, я вам разъяснила, как есть, что она имеет право или жить в этой квартире, или предложить вам выкупить. А если вы не согласитесь, или мне ответить, месяц пройдет, она имеет право продать третьему лицу. Ну, нет, конечно, если уж такой расклад, я заплачу ей. Не надо, чтобы кому-то... Ну, давай мы договоримся, чтобы это было как бы публично. Ну, это уже безвыходно. Да, и мне придется. Что ж, я отдам тебе эти 200 тысяч. Вот мы договорились. То есть вы хотите, вы просите утвердить мировое соглашение, по которому она отказывается от своих претензий, выплачивает вам 200 тысяч, а вы передаете ей долю. Так, это вы просите? Да. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она вообще не хотела быть моделью. Зато я ребенку обеспечила будущее. Она не хотела этого будущего. Девочка стала успешной фотомоделью и зарабатывает хорошие деньги. Мать утверждает, что имеет право распоряжаться доходами дочери, потому что сама построила ее карьеру. Согласится ли суд? Да это вообще не твой ребенок, ты это понимаешь или нет? Не твой. Оставь меня, пожалуйста, в покое. И нашего ребенка оставь. Предприимчивая домработница родила то ли от хозяина дома, то ли от его сына. Она не хочет знать правду, потому что может лишиться из-за этого денег и квартиры. Поскольку в суд поступило заявление об утверждении мирового соглашения, суд вынес определение. В утверждении мирового соглашения отказать, так как оно не соответствует закону и нарушает законные права и интересы третьего лица. Оглашается решение из груздива Ольги Константиновны о полном возмещении выплаченного микрокредитной организации долга по кредиту и процентам в размере 470 тысяч рублей и компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей оставить без удовлетворения. Прошу садиться. В суд предъявлен иск о возмещении понесенных затрат на погашение и долгоотвечество. И только. А для реализации права на продажу доли в квартире собственник доли должен через нотариуса предложить своему совладельцу со собственнику имеющему преимущественное право покупки выкупить свою долю на определенных условиях. Ничего этого сделано не было. Кроме того, в квартире зарегистрирован малолетний ребенок в законные права и интересы которого будут нарушены. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я Инну родила, вырастила. Я хотела в нее вложить все самое лучшее. Я хотела, чтобы она стала самодостаточным, грамотным человеком. Но, к сожалению, вышла так, как вышла. Любая женщина должна нести ответственность за своего ребенка. К сожалению, это не про мою маму. Пока папы пьют пиво и смотрят футбол. Когда мы жили в браке 6 лет, он постоянно бухал. И занималась ребенком только я. Пока мамы сходят с ума в поисках женского счастья. У меня первый секретарь обкома любовником был. Представляете, вашу честь? Нет, не представляю. Не вижу в этом никакого предмета гордости. Судья Алиса Турова каждый день без устали решает проблемы детей. Никто о детях не подумал. Только о своих амбициях. Я хочу как лучше своему сыну. Вы хотите как лучше вам. Истец просит признать квартиру ее собственностью. Недвижимость куплена на заработанные ею деньги. Ответчик иск не признает. У дочери никогда не появились бы деньги на квартиру без ее помощи. Слушаем, Истца. Здравствуйте. Уважаемая судья. В суде я выступаю от своего имени, потому что недавно меня объявили эмансипированной. Угу. Моя мать является собственностью квартиры 3,5 миллиона. И я прошу признать квартиру своей собственностью, потому что она была куплена на мои деньги. С заявлением эмансипации я обратилась, потому что с 6 лет я работала фотомоделью. А всеми финансами распоряжалась моя мама. Она все время мне твердила, что вот ты вот сначала деньги заработай, а потом учись, сколько тебе влезет. Я-то хотела спокойно себе поступить на специальность биолога, учиться, жить спокойно. Но она мне не давала. То есть с 6 лет ты снималась во всякой рекламе? Да, да, смотрите. У меня бывает в год выходило 100 съемочных дней. Ну, для ребенка это очень много. И до 14 лет она являлась моим законным представителем, поэтому все подписывала сама. Потом я подписала на нее доверенность, и она продолжала все за меня подписывать. Я не знала, сколько мне платят. После эмансипации я предметно поинтересовалась, сколько же у меня на счету денег. Потому что я рассчитывала, что у меня будет 4 миллиона, на которые я смогу спокойно учиться дальше. Но на моем счету оказалось 500 тысяч рублей. Как оказалось далее, моя мама купила квартиру как раз-таки на эти 3,5 миллиона рублей. А живете вы где? Живете вы в другой квартире? Да, смотрите. До этого она на мои деньги покупала себе бриллианты, все остальное, вот украшения, автомобили, все, что она хотела. И у меня в собственности находится только половина квартиры, в которой мы проживаем. Это другая квартира. А у вас есть квартира, которая попала вам в собственности? У нас, получается, две квартиры. Квартира как раз-таки однокомнатная, которая сдается в 3,5 миллиона. И вторая квартира, которая является только на половину моей. Но я на нее не претендую. Я на нее абсолютно не претендую. У нее в имуществе также находится автомобиль в 2,5 миллиона рублей. А у меня ничего нет. Работала, работала, да? Да, я работала, работала, ну и ничего. У меня одноклассники спокойно себе играли в куколы, гуляли, отдыхали, наслаждались жизнью. А у меня ничего. У меня она все время водила меня кастинги, 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 кастинги. Била туалеты, туалеты, цветы, все, за что можно было вот только получить деньги ей. Сама она никогда не работала. Это началось вот после развода с отцом. Отец, кстати, до моей эмансипации платил нам элементы, очень даже хорошие, в 40 тысяч рублей. Но потом все, потом поток денег истяк. И я говорю, я хочу жить одна. Я, вот у меня есть контракты за последние три года. Я считаю, что я заработала себе на квартиру. Но она отказалась отдавать мне эту квартиру. Потому что она в шоке, правильно, агенты сейчас работают со мной. Отец больше не платит. А работать она же никогда и не работала. Она ребенка поила энергетиками. Знаете, почему? Потому что она считала, что я слишком вяло выгляжу. А когда я капризничаю, она ремнем могла ударить. И это нормально. Для нее это нормально было. И именно поэтому я прошу признать квартиру своей собственностью. Она столько всего покупала. У нее украшения, украшения. Я чеков не видела, но от 200 тысяч рублей каждое украшение, каждая сережечка. А мне ничего. Передай документы, как ты у тебя там есть. Алименты 40 тысяч. Да, и контракты, кстати, она подписывала все. Все приходило ей на счет. Мне ничего. А вот теперь у вас, у тебя теперь собственные агентские соглашения. Да, на будущее. После эмансипации, да? Да. Больше ей ничего не приходит. Но жить-то я хочу одна, без нее. А квартиру она не отдает. Отказывается. Все это же ее заслуга, наверное, модельная жизнь. То есть сейчас у тебя много договоров, да? Да. Да, я вижу. Так, слушаем ответчика. Уважаемый суд, я отказываюсь передать эту квартиру. Естественно. Ну, дочь считает, что это она заработала. Конечно. Но это мы заработали. Как это вы? Она заработала. Я была ее законным представителем. Ну что? Я была ее профессиональным менеджером. Только благодаря мне она успешной, востребованной, востребованной модели. Господи, какие волны. Судья, я хотела другого. Она вообще не хотела быть моделью. Зато я ребенку обеспечила будущее. Она не хотела этого будущего. Она хотела, вон, биологом стать. За копейки гербарии собирать? Да, пожалуйста, она может хоть сейчас этим заняться. Да что вы, на 500 тысяч, которые остались на ее счету? Ну, вы знаете, а я всю свою жизнь потратила на счастье своего ребенка. Да что вы говорите? Она потом оценит. Все для ребенка? А почему вы не на ее имя купили квартиру? А на несовершеннолетнего ребенка? Ну, слушайте, это затруднения. Какие затруднения? Хоть на одноворожденного можно купить квартиру. Ну, вы знаете, за недвижимость уже нужно вообще-то ухаживать. Куча проблем хозяйственных. И чтобы ребенок этим занимался. Почему ребенок этим занимался? Вы занимаетесь? Вы, пока она не была эмансипирована, этим бы занимались вы. Почему вы на деньги ребенка купили квартиру на свое имя? Да потому что я тоже имею право на эту квартиру. Понятно. Если бы не я, она бы не заработала этих денег. Поняла. Я ее привела в этот бизнес. Благодаря мне ее фото попали в нужные руки. А вы знаете, сколько я заплатила, прежде чем ей начали платить по контрактам? Я платила всем. Модельному агентству, стилистам, спортзал, уроки мастерства, уроки моделинга, портфолио. Вы знаете, сколько стоит детское портфолио? Его нужно постоянно обновлять. Ребенок-то растет. Сколько стоит? Не знаю, сколько стоит. Я не менее 50 тысяч в месяц платила ежемесячно. Я могу представить выписки. Давайте. За три года. Пожалуйста. И теперь моя дочь считает, что вся заслуга в ее успехе это только ее заслуга. Конечно, ребенок не видит ни моих трудов. А я 48 часов в сутки как лошадь пахала на своего ребенка. Она-то видит только бриллианты, такие бриллианты, бижутерия. И машина, это наша семейная машина. Мы не можем при нашем образе жизни передвигаться на общественном транспорте. У нас забитый график постоянно. Я понимаю, что это очень тяжелый труд для ребенка. Но ребенок в свои 16 лет научился работать, научился зарабатывать деньги. Я могу быть спокойна за нее. И теперь она хочет меня оставить, простите, без штанов. А мне почти 50 лет. У вас двухкомнатная квартира пополам с дочерью. Да. Правильно? Да. Правильно. И еще одну квартиру вы купили на свое имя. Но мы ее сдаем. Мы ее сдаем. 25 тысяч в месяц. Не мы, а вы ее сдаете. Ну, естественно. Я ее сдаю, потому что оформлена она. А денег? Ну, это же идет наш семейный бюджет. И опять же, на развитие карьеры. А каким образом вообще вы пользовались деньгами несовершеннолетней? Они должны были аккумулироваться на ее счете, который должен был контролироваться органом опеки и попечительства. А при чем здесь опека? Как при чем? При чем здесь опека? При том, при том, что у ребенка может быть имущество у несовершеннолетнего и денежные доходы, и все это контролирует опека, потому что мало ли что родителям придет в голову. Я считаю, что мы со своим ребенком можем договориться без всякой опеки. Я думаю, и вообще я не считаю нужным вообще отчитываться за каждый кусок хлеба. Вы не считаете нужным. Хорошо. А суд считает нужным. Поэтому сейчас у меня такое предложение, что суд вынесет частное определение не только в орган опеки и попечительства, но и в прокуратуру. Потому что речь идет не о куске хлеба, а о квартире. И пусть сейчас девочка выбрала ненадлежащий способ защиты своего права. Потому что такого основания признания права собственности нет. Но прокуратура может разобраться, на каком основании мать завладела средствами несовершеннолетней. В прокуратуре или в опеке девочки разъяснят, что надо подать взыскание основательного обогащения. А потом наложит взыскание на эту квартиру. Без проблем. Так вы хотите, чтобы дело пошло по такому сценарию? Я сейчас все это сделаю. Нет, зачем прокуратура? Я сейчас все это сделаю. Нет, нет, ну зачем, уважаемый судья? Если все дело в том, чтобы переоформить квартиру на дочь, я, пожалуйста, это хоть завтра это сделаю. А, вот так. Ну, я думаю, что мы с моей дочерью разберемся самостоятельно. Ну, что значит самостоятельно? Вот сейчас я буду принимать решение, правильно? Ой, вы знаете, я предлагаю, я предлагаю такое решение. Мы полюбовно решаем этот вопрос. Я в течение месяца переоформляю квартиру на дочь, и она больше ко мне не имеет никаких претензий, ни материальных, никаких других. Согласны? Ну, слушайте, если она переоформит и позволит мне жить самой в своей квартире, да, без проблем, да, я согласна. Вы тогда сейчас заключите мировое соглашение, в котором будет указано, что она обязуется в течение месяца, скажем, ну, условно говоря, передать вам, то есть она передать может ее завтра, но оформление займет время, то есть в течение недели, что она заключит с вами договор дарения, например, этой квартиры, и между матерью и дочерью это налогом не облагается такой договор, значит, вы заключите этот договор дарения, а вы не будете иметь к ней материальных претензий. Вот на такое мировое соглашение вы согласны? Да, конечно, конечно. Согласны. И вы согласны. Согласны. И никаких претензий. Потому что я думаю, что если прокуратура начнет копаться, у вас не только квартиру начнутся, нас начнут больше взыскивать. Так что это в ваших интересах. Абсолютно в ваших интересах. Ну, так что, заключаете мировое соглашение, да? Да, конечно. Отлично. Суд удаляется для внесения определения. Далее в программе. Да это вообще не твой ребенок, ты это понимаешь или нет? Не твой. Оставь меня, пожалуйста, в покое. Нашего ребенка оставь. Предприимчивая домработница спала с богачом и с его сыном. Когда хозяйка дома узнала об этом, то попросила ее за щедрое вознаграждение исчезнуть из их жизни. Что теперь привело девушку в суд? В соответствии с статьей 39-й, 173-й Гражданского специального кодекса Российской Федерации в связи с мировым соглашением сторон суд прекращает производство по делу. Утверждает мировое соглашение. Суд разъясняет сторонам, что повторная подача иска по тем же основаниям между теми же лицами невозможна. Суд утверждает мировое соглашение, так как его условия не противоречат закону и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. Дело закрыто. Решение суда Мировое соглашение Я наконец-то добилась того, что я хотела. Теперь могу спокойно жить одна, распоряжаться своими деньгами сама. Ну, просто удача моей маме. Она никогда не работала. Мне больно и обидно, что моя дочь подала на меня в суд. Хотя это недоразумение мы могли бы решить дома, если бы дочь была благодарна моим усилиям. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Кому хочет, тому же завещают. Я с этим все равно не согласна. Ну, вы согласны или не согласны, вы ничего не можете изменить. Если вы не можете вернуть свои деньги... Столько вложили в тебя. Сколько? Сколько вложили? Если благополучие ваших детей под угрозой... В любом случае, какая бы ни была ситуация, но детей бить нельзя, правильно же? Правильно. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. 191-я статья граждан... Не надо мне статьями-то. Вы их читать не умеете. Это бесплатно. Истец хочет установить отцовство в отношении ребенка, рожденного его домработницей. Ответчик утверждает, что истец не имеет отношения к ее сыну. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело по иску Баженова Денис Алексеевич об установлении отцовства. Ответчик Малютина Татьяна Васильевна. Так, слушаем исца. Ваша честь, я хочу установить отцовство над Арсением Малютиным. Мальчику всего месяц его мать Таня Малютина работала у нас домработницей. И поначалу работала ее мать, но слиться своей болезнью стала замечать ее Таня. И на самом деле я влюбился в Таню, я признался ей в чувствах. И эти чувства были взаимными. Я даже хотел сделать Тане предложение. Предложение руки и сердца, но она пропала. Она перестала отвечать на смс, на звонки. Я был везде заблокирован у нее. И я не знал, что делать. И единственное, что я понял, тут виновата моя мать. она скорее всего узнала о том, что я начал встречаться с Таней, и ей это не понравилось. И она решила так, чтобы больше я ее не видел. Я не знал, что мне делать, мне ничего не оставалось. Единственное, что я знал и вспомнил, то, что Таня из небольшого городка, это Кимовск, находится в Тульской области. Я туда сразу поехал. К сожалению, никакой информации у меня не получилось сразу определить, но к моему счастью, там был мужчина, который знал как раз отца Тани. Он мне и дал ее контакты, ее новый адрес, и он оказался в Москве. Я купил букет цветов, купил шоколад, и сразу же поехал к Тане. Она мне открыла, и, конечно же, я был ее очень рад видеть, но при этом и был в смятении. Но буквально через какое-то количество времени я услышал плач ребенка. Это был детский голос, и я был в шоке, я вбежал в комнату, она не хотела меня впускать, и тут я увидел мальчика. Я поначалу остолбенел, не знал, что делать, но я смотрелся в его глаза и понял, что это мой малыш, мой ребенок, и почему Таня его скрывала, я, честно говоря, не понимаю. Если в этом виноват, и скорее всего моя мать, то это не причина, и я готов ради Тани, ради ребенка бросить институт, пойти работать курьером, ну все, чтобы мы были вместе, чтобы начали совместную жизнь. Также в основном была назначена экспертиза, экспертиза ДНК, но, к сожалению, я просто не успел с ней ознакомиться. Знакомим. Хорошо, слушаем ответчика. Ваша честь, я просила Дениса оставить меня в покое, перестать меня преследовать и не устанавливать отцовство этого ребенка, но он как будто бы отказывался меня слушать. Да, это правда, действительно, когда его мать Эльвира Владимировна узнала о том, что мы с ним состоим в отношениях, а потом догадалась, что я беременна, она попросила меня уволиться и не работать больше в их доме, никогда не появляться, ни в их доме, ни в жизни Дениса. Я так и сделала. Это и проблема, а как же любовь? Ваша честь, взамен она предложила мне очень выгодные условия. Она купила нам дом с ребенком, ну, квартиру. То есть выгодные условия были лучше всего и лучше любви? Да, лучше, потому что, Ваша честь, он студент, что он мне может дать? А его мать, она позволила мне оставить этого ребенка. Она платит нам каждый месяц по 50 тысяч рублей, мне деньги очень нужны, потому что, куда я сейчас пойду работать с ребенком? К тому же, у меня больная сестра, и мне нужно помогать своим родителям. Я решила, что я уйду из его жизни, и он забудет обо мне так, как забыла я. Я же ведь смогла. А то, что хочет создавать предложение руки и сердце, это ничего не значит? Ну, в общем, Ваша честь, я приняла ее условия и желаю, никого не трогала. А здесь появился он. И вы утверждаете, что это не его ребенок, или как? Ваша честь, конечно, не его. Не его. Но я против того, чтобы он устанавливал отцовство, потому что если его мать Эльвира Владимировна узнает об этом, она просто порвет все свои договоренности со мной, и я останусь без ничего. Без квартиры. Вообще, она мне не будет деньги давать. А квартира-то на ваше имя? Ну, она платит за нее ипотеку, и она оформлена на нее. Но через 10 лет квартира будет моя. У нас есть договор с Эльвирой Владимировной. Я обещала, что мы... Что я не позволю Денису преднедавать на меня и на этого ребенка. А в итоге, получается, я не сдерживаю свое обещание. Ну, вы слышите, вы понимаете, что вы делаете ей хуже. Она поэтому и возражает против общения с вами. Что вы этому можете противопоставить? Ну, в вашу честь, Таня зря боится. То есть, если надо пойти работать, ну, я пойду, да, поначалу это будет курьерство, но это не проблема. Это ради того, что у нас были хоть какие-то деньги на нашу совместную жизнь. Да это вообще не твой ребенок, ты это понимаешь или нет? Не твой! Оставь меня, пожалуйста, в покое! И нашего ребенка оставь! Я спала с твоим отцом, это ты прекрасно знаешь! Таня, успокойся. Пожалуйста, ваша честь. Ну, я знаю своего отца, и быть такого не может. Я знаю, какие девушки ему нравятся, но Таня не в его вкусе. Правда, и... Может, это был шантаж? Я это же не понимаю. Я... Таня, что случилось? В чем была проблема? Ну... Я люблю тебя. Она вам говорит, что она спала с вашим отцом. Вы говорите, что этого быть не может. Ну, наверное, все-таки кому лучше знать? Вам или ей? Ну, Таня, не из тех людей, чтобы спать сразу и с тем, и с тем ради какой-то выгоды. Ну, не знаю. Это я не знаю. Таня, скажи правду. Я тебя прошу только об одном. Оставь, пожалуйста, в покое нас. Ну, не твой это, ребенок, не твой! Так, у вас что, там свидетельство о рождении? Да, свидетельство о рождении моего ребенка. У вас там прочерк, да? В графе отца, конечно, прочерк. И вы утверждаете, что это не его ребенок? Я утверждаю, я в этом уверена. Ну что, будем знакомиться с экспертизой? Правду сказала ваша Таня, совпадение ДНК между Малютином, Арсеньем Васильевичем и Баженовым, Денисом Алексеевичем составляет 22%. Что свидетельствует о том, что между ними есть генетическое родство, но не высшая степень совпадения, которое свойственно совпадение ДНК между отцом и сыном. Данный процент соответствует генетическому совпадению между неполными братьями, то есть братьями, у которых разные матери. Понятно? Да-да. Ну что, вы все равно продолжаете настаивать на своем иске? Ваша честь, ну, ребенок должен расти в полноценной семье. То есть все равно, несмотря на то, что это ваш брат, а не сын, вы настаиваете на своем иске? Да. Настаиваете. Хорошо. Ну, вы-то, смотрите, у вас есть шанс все-таки сейчас, вот видите, какой благородный молодой человек, он готов на вас жениться, несмотря на то, что вы не от него родили ребенка. Ваша честь, а что он мне делать? Куда мне идти? Он студент, он пойдет работать курьером, и как мы будем жить? Да, вот насчет... Ваша честь, я могу не бросать институт, я могу через два года пойти по профессии, но сейчас... Я прошу тебя, пожалуйста, оставь нас в покое. Подождите, подождите восклицать-то. Дайте хоть понять. Ну, вы понимаете, да, что ипотечная квартира на вашу мать, и что она может выгнать вас оттуда. Где вы жить-то собираетесь? Ну, вот. Еще без зарплаты. Моя мать не пойдет против меня, против собственного сына, чтобы выгонять. Но даже если так, ну, вряд ли она будет взимать в стане долг. И мы можем... Да долга никакого нет. Она просто перестанет платить за ипотеку, и все. Но мы можем снимать квартиру. Я сейчас буду работать. Ну, ладно, я все поняла. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Иск Баженова Дениса Алексеевича об установлении отцовства оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Тот факт, что Баженов Денис Алексеевич не является отцом ребенка-ответчика, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы. И не опровергается ответчиком. Не только не опровергается, но и прямо подтверждается ответчиком. Суд не имеет основания не доверять заключению экспертов, так как экспертиза проводилась по определению суда, назначенным судом компетентным экспертным учреждением. Эксперты все выполняли в соответствии с требованиями ГПК, были предупреждены об ответственности за задачу ложного заключения, обладают достаточной компетенцией всеми, так сказать, параметрами, которые требует Гражданско-процессуальный кодекс, в иске отказано. Делай закон. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Сейчас я выйду из зала суда вместе с Таней и буду с ней разговаривать до тех пор, пока она не поймет, что я от нее не откажусь и никуда не уйду. Я прекрасно понимаю Дениса и понимаю его чувства. Мне очень жаль, что все так вышло, но сейчас на данный момент мое благополучие, мое финансовое благополучие мне намного важнее. Если родители разучились любить... Оставь меня, пожалуйста, в покое! Нашего ребенка оставь! В их доме не звучит детский смех. Я никуда не поеду с этой женщиной. Прошу оставить меня в детдоме. Судья Алиса Турова не пощадит взрослых ради счастья детей. Вот вы хотели алименты, вы их получили, а теперь я буду вас выселять. Дела судебные. Битва за будущее. Каждый будний день на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова